57-летняя Нарынкуль Урозакунова получает бустерную дозу. В 2020 году она переболела коронавирусом, сейчас решила пройти вакцинацию в связи с ростом заболевания. «Я сама врач. К нам приехала мобильная бригада, я решила получить бустерную дозу Синофарма. Пока ситуация не ухочилась ещё больше, призываю всех пройти вакцинацию ради своих близких. Заболевания проходят в лёгкой форме, если человек вакцинирован». В настоящее время используют только вакцину Синофарм. До конца месяца ожидают поставки и других видов вакцин. По стране функционирует 44 мобильных бригад. «Кроме Синофарма все вакцины у нас в Кыргызстане отсутствуют. Я бы хотела обратиться нашим горожанам хотя бы, чтобы прививаться этой вакциной Синофарм, потому что она тоже эффективна. Мы все получили медики этой вакцины. И на сегодняшний день у нас идёт возобновление работы выездных и мобильных бригад». В Кыргызстане за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По его данным, 72 человека обратились к медикам в связи с появлением симптомов. Ещё два выявлены при прохождении ПЦР-исследования. В связи с вылетом – 8 завазных случаев и 6 контактные. При этом госпитализированы 13 пациентов, остальные получают амбулаторное лечение. «88 случаев у нас зарегистрировано, из которых 81% это уже составляет город Пешкек. 6 случаев Чуйской области, но по одному единственные случаи, и Зелобатской один случай, и Волжской области по одной случай. И эта внутренняя миграция, это особенно летний период времени, все люди сейчас, группа людей, которые отдыхающие есть, и группа людей, которые в основном занимающиеся торговлей. Поэтому внутренняя миграция тоже большое значение имеет». На сегодня в Кыргызстане от коронавируса вакцинировано первичной дозой почти полтора миллиона человек. Вторую дозу получили более миллиона 340 тысяч. А вот бустерной дозой вакцины привито более 230 тысяч человек.